Мы говорим «го», вы говорите «баскет». Всем привет, друзья из Сыктывкара, куда мы приехали посетить третий матч золотой серии фон-бэт чемпионата России Премьер-лига. И, конечно, в каждом городе есть свои достопримечательности, заведения, словом, проверенные места, где можно закоротать время до матча. И как же здорово, что в Сыктывкаре еду и зрелище можно совместить в одном месте. Мы уже на Узолес-арене, и здесь, помимо того, что играют в логин и женский баскетбол, еще и потрясающе готовят. А что тут самое вкусное? Блины. А где блинов? Не вижу. А, что чаще всего покупают? Да. Все покупают? А оно у вас свежее? Естественно. А если я куплю, а до Москвы доедет? А вот я не знаю, доедет или нет. Если свежее, должно доехать. С капустой. С сыром и зеленью. С подитой. С сыром и зеленью? Это хачапори? Хачапори. А вы говорите, пирожки. А тут особо сегодня что-то выбора. Как выбора? Нет, смотрите, сколько всего написано. Люблю с творогом. О, с творогом выглядит здраво. Черный, зеленый? Черный. Черный. Спасибо. Давайте я... Давайте, да, я хочу. С сыром и зеленью. А я буду с творогом тогда. С творогом нету. Вот это. Это наливная. Вот он сказал вкусная. Вот ее буду и буду блин. И буду еще и с ягодами. И сосиску в тесте. И с сыром и зеленью. А все это в пакете теперь накарелось? И с капустой один. Все разбираю. Все разбираю. Потому что, знаете почему? Потому что все вкусно. Я уже покупал здесь у вас раньше. Мы в прошлом году приезжали, и мы покупали. Пить что-нибудь нужно? Пить компотик. Есть же. Вот его. Сахар. Пожалуйста. Спасибо. Ого, ты набрал. Давай только, пока ты не начал все это есть, быстро буквально на пальцах расскажем, как Ник и УГМК прошли финал. Дождем на пальцах. У нас есть вкусняшки. Сейчас я все покажу. Представим, что команды фонбет премьер лиги – это десерты. Так в четвертьфинале встретились Нико Вузалес и Надежда. И поначалу ничего не предвещало сенсации. Но по ходу серии оренбургская команда оказалась слишком нежной перед натиском соперниц. Ника последовала в полуфинал, где ее поджидала Курская Динамо с наполеоновскими планами на медали наивысшей пробы. И хотя колораж был на стороне курской команды, Ника оказалась настолько из крутого теста, что выиграла полуфинальную серию и впервые в своей истории гарантировала медали чемпионата. Несмотря на все сложности, УГМК остаются клубом, который не всем по зубам. Так в четвертьфинале волжанки показали Гранду свой черствый характер. Но позже лисицы нагрели самовар и размягчили этот имбирный пряник в чашке с чаем. В полуфинале УГМК сошелся СМБА, но многообещающей дуэли не вышло. Светлана, я не слышу хруста безе. Где хруст безе? Москвичек буквально разобрали на кусочки, так и не позволив им открыть счет с серии. Таким образом, в финале встретились УГМК и Николу Залес, Екатеринбург и Сыктывкар. Кто кого съест на десерт? Это выяснится в процессе. Только знаем, что сильнейшему нужна не одна победа, а три. А вы кто? Мы еще пока не придумали. Да, мы еще пока обсуждаем. Покажите, что это у вас? А видели там девочки в вату нарядились? Такую же. Пойду им скажу. Я знаю, кто вы. Кто? Вы сладкая вата. Точно. Знаете, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Наверное, самый физически сложный был второй матч. Расскажи немножко про него, что вас там едва не сбило с пути и не лишило второй победы. Да, конечно, второй матч очень тяжело было играть, потому что мы играли через день, то есть в сезоне мы так не играем. И, как показала практика, это было наглядно очень реально тяжело. Хотя нас предупреждал об этом тренер. Вроде мы и пытались как-то. Но я думаю, потому что команда Соксовкара в первой игре где-то, может быть, сдала в свои позиции, уже оставила силу на вторую игру. И, возможно, поэтому мы так сыграли. Но главный результат, я думаю, для зрителей была на самом деле очень интересная серия, особенно вторая. Да и сегодня, в принципе, девчонки, мы выигрывали 25 очков, они догнали нас почти. Поэтому, я думаю, для зрителей очень интересная серия все равно. Но я говорю, что главное, результат, главное, что мы чемпионы. Вы огромные молодцы, вы опять собрали все трофеи. Лично для тебя, что стало в этом сезоне самым запоминающимся? Ну, то, что первый мой год в роли капитана, конечно же, и то, что мы взяли со мной вместе эти все трофеи, это дорогого стоит. И я очень благодарна команде, что мы так вот отыграли этот сезон. Ась, ну расскажи, как вы настраивались, какие силы наскребали на финальную серию и что по итогу для Ники значит серебряная медаль? Мне кажется, начнем с последнего. Серебряная медаль для нашей команды, я думаю, что она дороже золота. Очень тяжелый, очень насыщенный сезон. Если вспомнить, как мы его вообще, в принципе, проходили, что мы с восьмого места вышли на пятое с финала, мы подошли использовать все вообще игры, которые только возможно. Нам немножечко не хватило сил, совсем чуть-чуть. А так, я безумно рада, безумно горжусь нашей командой и нашим огромным, хочется сказать, нашим болельщикам спасибо, что они даже в самой плохой ситуации, тяжелой, они всегда нас поддерживают, нас мотивируют и гонят вперед эмоциями. Вот. Интересный сезон получился. Я бы хотела только добавить, что ты знаешь толк серебряных медаль. О, да! О, да! Эй! О, да! О! Эй! О, да! Эй! О! Эй! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видно, что нестабильные еще. Видно, что есть серии, когда прям вот наравнее играют. Я думаю, что у этой команды очень хорошее будущее. И мне приятно смотреть на становление как и команды в спортивном плане, так и региона со всеми болельщиками. Но победил-то у ГМК все равно. В чем залог из многолетнего такого доминирования? Ну, надо сказать, что Екатеринбургский клуб уже из, наверное, десятки лет очень стабильный. Очень стабильный, сбалансированный состав, наверное, самый глубокий ростер, который есть. И, несомненно, в каждый турнир они заходят фаворитом. И здесь хочется сказать огромное спасибо как раз у ГМК как компании, и Игорю Кудряшкину, и Андрею Казицыну за то, что они из года в год поддерживают этот крутой уровень. Поэтому хочется пожелать удачи. У ГМК победитель, чемпион. Поэтому Екатеринбургу есть что справлять. Екатеринбург 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 Екатеринбург